Может ли быть такое, что один человек воспринимает событие как что-то величайшее и значимое, а другой человек смотрит на это как на что-то обыденное? И что именно мне поможет иметь правильное отношение к происходящему? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Словом. Мы продолжаем Евангелие от Луки, 22 глава. Прочтем сегодня с 14 по 30 стихи. Поэтому берите блокноты Библии Ручки и мы начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы и это подкаст «Библия читаем вместе». Отец, мы благодарим Тебя за драгоценное служение Твоего Слова и за наставление от служения Твоего Святого Духа. Мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем, но благодаря Твоему служению, Святой Дух, да открываются наши глаза, чтобы видеть истина, и да утверждается наше сердце в принятии Твоей мудрости. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, с 14 стиха. И когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним. И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказывая вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу, и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье». И, взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечеря, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых». Аминь. Остановимся здесь. Потрясающие картины последней вечери с учениками, которые Иисус совершает перед своими страданиями. Вы только попробуйте представить сейчас Иисус, который будет заклан, который является тем самым центром всего Божьего плана спасения, на который Бог указывал на протяжении всей истории Земли, о котором пророчески говорили пророки, и вокруг которого вращались все символы ветхозаветных образов. Сейчас все как будто соединилось вместе. Вот эти все символизмы, пасхальной вечери, воспоминания о том, как Бог выводил из Египта евреев, как косяки их домов должны были помазываться кровью Агнеца, которого прежде заколали. Но вот сейчас сидит не просто образ, не просто символ. Сейчас прямо здесь, на этом месте, сидит тот самый Агнец. А вы находитесь в его окружении. Вот буквально сейчас осязаемая Пасха перед вами. И когда Иисус в 15 стихе, Он говорит в эту фразу, «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания». Я не обращал раньше внимания на то, что Иисус подчеркивает «Я так хотел». То есть это на самом деле было Его огромным желанием. Он ждал этого момента. Для Него это что-то значило. Меня тоже в этот раз особо зацепила эта фраза, что Он так хотел, Он так желал провести с ними это время. И когда я размышляла, пытаясь понять, почему, что двигало Иисуса в этом сильном желании именно с этими красавцами провести последнюю вечерю на этой земле, я осознаю, друзья, что это было действительно желание от любви. Или желание, продиктованное любовью. Желание, которое исходит от любви. Что говорит мне о том, что наше взаимоотношение с Иисусом для Него это не бремя. Понимаете, может быть, мы с вами не избрали бы этих 12, а Иисус принял их, потому что Отец дал Ему их. Понимаете, может быть, мы сами себя с вами не избрали бы для Царства Божьего, потому что мы видим все свои ошибки, все свои промахи, непослушания, глупости, гордости и так далее. Но послушайте, Отец принял нас. Благодаря Иисусу Он принял нас. И всякий раз, когда Он призывает нас в общение, послушайте, Он это делает от любви. Он делает это с радостью. Попробуйте увидеть себя вот в этой иллюстрации всякий раз, всякий раз, когда вы приходите к Богу Отцу, особенно когда вы хотите сотворить это в Его воспоминания посредством Вечери Господней. Так важно, чтобы мы с вами видели Иисуса, который желает вместе с нами это совершать. Для Него это радость, именно потому, что Он любит. И глядя на Иисуса, мы можем видеть человека, который так этого ждал. Почему? Потому что Он понимал, что сейчас за момент в истории. Вот для Него это было на самом деле понятно, открыто, что сейчас тот самый эпохальный момент, где происходит вот это сочетание образов в проявлении личности. То есть сейчас вот эти все ученики, они станут первыми участниками вкушения тела Христова и крови Христовой. Я сейчас вот таким образом вижу, они сейчас станут первыми участниками Вечери Господней. Какая это громадная честь! Буквально Иисус, как великий первосвященник, Он же, как агнец, который сейчас преломит свое тело и даст его ученикам, и скажет, вот мое тело за вас ломимое. Возьмет затем чашу и скажет, вот кровь моя за вас проливаемая. Это новый завет в моей крови. И они сейчас это вкушают. Но я не столько бы саму церемонию хотел, чтобы вы рассмотрели, сколько увидели величайший момент истории и разное отношение к этому моменту истории. Я убежден, потому что отношение Иисусу к этому моменту, оно грандиозно. Он понимает, что сейчас происходит. Но если бы вы сейчас спросили каждого из 12 учеников, которые здесь сидят, а что сейчас тут грандиозного у вас? Каждый бы из них, скорее всего, ничего величайшего и грандиозного в этом событии не видел. Скорее всего, для них это была очередная пасхальная вечеря, как и обычно. Просто еще одна пасхальная вечеря. Ну, можно в деталях сказать, третья пасхальная вечеря, которую они принимают вместе с Иисусом. Да, это праздник. Да, это знаковый праздник. Мы всегда так делаем. И вот очередной раз мы снова собрались. Вот в очередной раз праздничная трапеза. Вот мы сидим, трапезничаем, общаемся. Вот Иисус дает нам какое-то слово. Я убежден, что внутри них вот этого отношения, что сейчас прямо на этом месте совершается величайшее событие в истории, на которое, можно сказать, все небо сейчас смотрит. И если бы у нас в тот момент была возможность подняться на небеса и спросить у пророков Ветхого Завета, как вы думаете, вот этот момент времени, вот это событие сейчас в этой горнице, насколько оно важное? Они бы посмотрели на вас с огромными глазами и сказали бы, это величайший момент истории, это величайшее событие. Все бы на небесах хотели бы стать участниками в этой трапезе. Почему? Это такая грандиозная часть истории. Для меня бы была велика честь в этом участвовать. Но, повторюсь, если мы снова вернемся к каждому из учеников, которые сидят сейчас посреди этого величайшего события, то мы бы обнаруживали, внутри них эта вечеря является чем-то обыденным. Отсюда хороший вопрос. А может ли быть такое, что мы с вами можем находиться посреди каких-то величайших моментов истории, но при этом ваше отношение к всему происходящему, как к чему-то самому обыденному? Может ли такое быть? Глядя на этот пример, мы с уверенностью можем сказать, что да. Тогда у меня поднимается вопрос, а что может влиять на мое личное восприятие происходящих событий? Или в чем разница отношения Иисуса к происходящему событию? И почему такого же отношения нет внутри учеников? В чем между ними разница? И я бы выделил следующие пункты, которые отличали понимание Иисуса и понимание учеников. У Иисуса было ясное понимание, в каком отрезке Божьего плана он находится прямо сейчас. Иисус понимал, что Бог сейчас осуществляет и кто являются участниками этого плана. Но также Иисус понимал и кто я в сценарии этого плана. В чем моя часть? И какова моя роль в этом замысле? Вот эти все понимания, они были ясными для Иисуса. Он понимал, вот кто я. Я есть тот агнец, который берет на себя грехи всего мира. Я понимаю, что сейчас за время? Какая глава Божьего плана проявляется прямо сейчас? Какая роль моя в этом сценарии? Какие участники этого сюжета? Иисус все это видел и понимал. Но если мы посмотрим на учеников и зададимся вопросом, а они понимают, что сейчас за момент времени в соответствии с Божьим планом? Ответ будет нет. Они понимают, что Бог сейчас делает и к чему Он сейчас все ведет. Ответ нет. Они понимают, кто они сейчас в этом сюжете, какова их роль. Ответ также нет. Но если задать вопрос, а могли бы они это знать? Могли ли они прямо сейчас быть в курсе того, что происходит? И если да, то каким образом? Почему нам это важно, друзья? Потому что тот же самый принцип, который мы сейчас будем видеть в их жизни и служении, это же нам с вами будет помогать прямо сегодня и сейчас. Давайте это узнаем. А мы все равно с вами приходим к тому, насколько то, о чем им прежде говорил Иисус, во что их прежде вовлекал Иисус, когда поднимал темы о своей смерти, о своем воскресении, о своих будущих страданиях, о том, что Он будет предан в руки человеческие. И Он идет, как было написано о нем. Иисус неоднократно поднимал с ними эти темы, преподавал им целое учение на эту тему. Это очень похоже на то, как Павел это описывает в 4 главе к евреям. Им было возвещено слово, они его слышали, но затем они с этим словом не сделали то, что должны были сделать, не растворяли слово, слышанное верою. Поэтому и в отношении учеников, если задаться вопросом, могли бы они иметь все это понимание, что сейчас происходит, в каком они моменте времени, кто перед ними сейчас, кто они в этом сценарии, какова их роль, имели ли они доступ к этим откровениям и к тому, чтобы иметь внутри себя истинное понимание, величие нынешнего момента времени. Ответ – да. Что бы им в этом помогло? Слово Бога и Дух Бога, которые могли иметь проявление для них в лице Иисуса Христа во всякое время 24 на 7. У них был к этому доступ. Но вот насколько они отзывались на то, во что прежде их влек Бог, это уже был другой вопрос. И если бы вы сами себе задали вопрос, а я знаю, в каком моменте времени я живу сейчас? Какая глава в Божьем плане в истории человечества, посреди которой я сегодня живу? Святые, нам важно с вами озадачиться подобными вопросами. Для чего? Да для того, чтобы мы с вами были ясно сориентированы на местности и понимали, где мы с вами сейчас. Мы посреди чего-то обыденного или мы посреди чего-то великого? Нам сейчас что? Бояться или же нам торжествовать? Нам сейчас становиться в защиту или нам нужно двигаться в наступление? Какие инструменты нам нужно использовать? Если мы с вами внутри не имеем ясного пророческого понимания событий нынешнего времени, нам сложно будет иметь ясность и понимание того, что вокруг нас и посреди чего мы находимся. Иисус это знал, потому что Он пребывал в Слове. Он знал, что написано, как оно свершается, когда оно свершается, каким образом Он это делал, Он все равно делал это точно так же, как и мы можем это делать. Взаимодействуя с записанным Божьим Словом и благодаря помощи Святого Духа. Обращение к Слову Божьему и к Духу Божьему – вот что может открывать наши глаза для пророческого понимания. Что нам сейчас делать? Кто здесь участники? Какие инструменты нам использовать? Без Слова Божьего и Духа Божьего мы всегда будем дезориентированы и не понимать, как нам двигаться в моменте ныне. И опускаясь к 22 стиху, смотри, Иисус говорит, «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению». Другими словами, именно так, как Ему было предназначено. Предназначено кем? Чем? Богом, Отцом. Где? В Его Слове. Как-то в предыдущих выпусках мы с вами уже касались этой тематики, что Иисус, Он знал, скажем так, свою судьбу в соответствии со Словом Божьим. И Он пребывал в этом Слове. И теперь мы видим, что Он не просто знал это Слово, соглашался с Ним, время от времени почитывал, восхищался Им, Он Его практиковал. То есть Он делал в соответствии с тем, как Писание говорило о Нем. И слово «предназначение» также означает устанавливать границы или отделять. Смотрите, как красиво! Иисус шел в границах Слова, сказанного о Нем. Вот как Слово Ему предписывало, вот именно таким образом Он жил и совершал Своё служение на этой земле. И что Ему в этом помогло? Но однозначно вначале Ему надо было узнать это, затем прийти в этап соглашения, согласиться с тем, что «да» и «аминь», «я принимаю это». То есть без этапа принятия этот процесс не состоялся бы. Затем Он начинал читать это слово, размышлять, может быть, обсуждать с другими, в любом случае каким-то образом погружаться в это слово, изучать его до того, чтобы формировать вот этот правильный внутренний образ веры. И Он не оставлял это только на теоретическом уровне знания. Он переходил в практику. Где-то как-то это, естественно, начиналось в каких-то мелочах. Но затем эта практика, развитие тех самых нужных, важных, правильных духовных мышц, это развитие набирало обороты. И в итоге Он снова и снова становился практиком или исполнителем слова, причем какого слова? Того, что о нем сказал Бог. То есть Бог в своем слове установил границы для Иисуса. Равно как и для нас с вами, сегодня рожденных свыше, Бог установил границы. И я понимаю, что звучит это, скажем так, как будто бы тебя лишают свободы, как будто бы не учитывается твоя индивидуальность, твоя личность, твои какие-то амбиции, желания и уникальности твоего характера. Вот тебя ограничивают. Но на самом деле это не так. Для начала давайте мы уточним, кто именно сейчас устанавливает границы. Эти границы устанавливает Бог. Бог, который есть совершенная любовь. Бог, который есть совершенная премудрость, наполненная благостью и милостью. Это именно Он устанавливает эти границы. И давайте я задам следующий вопрос. А для чего? Зачем? Почему Он устанавливает определенные границы в Своем Слове для нас с вами? Как Он это делал для Иисуса? Да именно, чтобы нам же с вами и помочь. Послушайте, любые границы, которые мы с вами читаем в Слове Божьем, которые устанавливают совершенная любовь для нас, они нам во благо, они нам не на зло. Эти границы как раз таки предназначены нас с вами защищать, оберегать, миловать. Давайте возьмем достаточно знаменитый пример, когда родитель говорит ребенку, что нельзя пальчики свои сувать в резетку или трогать открытые провода. И, конечно, ребенок может это воспринимать, что вот, меня ограничивают, ограничивают мою свободу, а я вот хочу. А зачем оно тебе надо? Не важно, я просто этого хочу. И ребенок может прям даже расплакаться, что сейчас папа или мама не дают ему пальцы в резетку сунуть. И ребенок может развивать это прям, что родители монстры, потому что лишают его свободы. Но мы с вами как взрослые мы понимаем, послушай, тебе этого блага. Сейчас эти, скажем так, ограничения тебе даны только потому, что тебя любят. Как раз таки потому, что тебя любят и тебе желают блага. И эти взрослые понимают, что если ты вот сунешься в эту розетку, тебе не будет блага от этого. Несмотря на то сильное желание, которое может быть у тебя сейчас внутри есть, тебе не будет этого блага, это будет тебе в ущерб. Понимаете, что-то подобное нам важно видеть и понимать, когда мы говорим об ограничениях, наложенных на нас с вами Словом Божьим. Знаю ли я те самые границы, которые прописаны для меня Словом Божьим? Например, друзья, когда мы касаемся тематики исцеления, и возможно, вы уже знаете обетование, что ранами Иисуса Христа вы исцелены. Что это такое? Это границы. Бог говорит, если у тебя какая-то болезнь, боль или немощь в твоем теле, это не твое. Возвращайся в границы слова, возвращайся в исцеление, которое тебе подарено, которое тебе принадлежит. И до тех пор, пока ты в здравии, в силе, в крепости, ты в границах слова. Ты в границах того самого предназначения, которое подарено тебе отцом. И скажите мне, пожалуйста, разве это мне не во благо? Это мне во благо. Но вопрос весь в том, знаю ли я то, что мне предназначено? С чем из этого я согласна? В чем из этого я пребываю? Что из этого я практикую? Потому что если я не знаю, или я, может быть, не согласна с этим, если я не погружаюсь в это слово так, чтобы формировать правильный внутренний образ веры, соответственно, я не буду даже и пробовать это практиковать. А если я это не практикую, я не смогу иметь результаты, обещанные в слове, что приводит меня снова-таки к важности моего личного взаимодействия со Словом Божьим. Осознавая, что когда я узнаю, что мне предназначено, и я выбираю именно такой путь, я выбираю и соглашаясь ограничивать свой дом, свою семью, свое тело, финансы, служение, что бы то ни было, я выбираю ограничивать себя Словом Божьим, пребывая в Его защите, в Его ограде, в милости, в благоволении, в исцелении, в сочности, в свежести, в плодовитости. Вот границы, в которых Бог желает, чтобы мы с вами пребывали. Однако, повторюсь, без моего личного взаимодействия с этим словом, с этими обетованиями, которые нам подарены, мы не сможем с вами сказать точно так же, как сказал Иисус, Сын Человеческий идет по предназначению. Однако, если сейчас этого нет в нашей жизни, или, может быть, есть не в такой степени, как хотелось бы, друзья, это не окончательный приговор, это всего лишь навсего промежуточный диагноз. Поэтому добро пожаловать во взаимодействие с теми обетованиями Божьего Слова, которые есть и подарены уже для нас с вами. А я еще немного хочу вернуться к словам Иисуса, где Он говорил, как бы я хотел с вами вкусить эту Пасху, и затем в 16-м Он говорит, «Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». То есть, эта Пасха должна была совершиться в Царстве Божьем. И у меня возник вопрос, а интересно, а как она совершалась именно в системе Божьего Царства? Здесь, на этой земле, да, мы с вами это можем увидеть в последующих страданиях Христа, на кресте, в Его пролитой крови, в Его смерти, воскресенье. Но, а как эта Пасха должна была совершиться в Царстве Бога? Я почему-то склоняюсь к тому, что эта Пасха совершалась именно тогда, когда Христос со Своей кровью восходит к Отцу, идет во святилище, как великий первосвященник, входит во святое святых самого неба и проливает свою кровь пред престолом благодати, как великий ходатай, как великий посредник между Богом и человеком. Вот это великое событие, великая церемония примирения Бога с человеком, она совершилась именно благодаря завершенному служению Христа, как первосвященника и агнца. Все это соединилось в одной личности, в одном событии, смерти и воскресения Христа. Я осознаю, насколько нам важно снова и снова возвращать себя к фундаментальным истинам Евангелия, центром которого является смерть и воскресение Христа, кровь Иисуса и Его ломимое тело. Что это для нас? Какой силой это обладает? Насколько это драгоценно, значимо и величественно нам снова и снова нужно утверждать эти истины, стоять на этих истинах, приходить к Отцу именно через эти истины вокруг того, что совершил Христос. Иисус так хотел, чтобы это совершилось, потому что Он понимал, что произойдет благодаря этому. И святые, для нас это совершилось. Великая победа Христа совершилась, Великая Пасха совершилась. Что нам с этим делать? Нам снова и снова нужно к этому обращаться, на это уповать более всего на силу Его крови, на Его служение первосвященника и ходатая. Он все сделал для нас. Это все благодаря Ему. А мы с вами сегодня занимаем позицию принимающих, принимающих то, за что заплатил Иисус. Мы благословены, мы праведны, и мы возвращены в совершенную любовь Отца. Да и аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание в этих стихах, а на что в этой истории Он обратил внимание ваше. С радостью почитаем обратную связь в комментариях и добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по Киеву у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова наслаждаться Словом Божьим. Так что всем добро пожаловать. Отец, мы благодарим Тебя за великий план спасения, за Твою великую любовь и милость, которую Ты явил нам в Сыне. Иисус, мы благодарим Тебя за Твой великий подвиг. Мы благодарим Тебя за великую жертву, за Твое ломимое тело и за пролитую кровь. Это драгоценно для нас, это значимо, это основание нашего завета. Хвала Тебе и благодарность. И мы просим Тебя, Отец, помоги нам ходить в ясности понимания пророческого момента времени. Помоги нам ясно ориентироваться, посреди чего мы сейчас находимся, участниками чего мы сейчас являемся в Твоем плане, в Твоем сценарии. Кто мы, посреди чего мы, к чему мы предназначены и что мы должны совершать. Да будем мы всегда ходить во свете Твоего Слова и подводительством Твоего Духа во имя Иисуса. Аминь. Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова